Спорт против насилия. В десятый раз под этим лозунгом состоялся мемориал семьи Петровых, трагически погибших в горах Алтая. Почтить память известного журналиста, его жены и сыновей собралось 150 самбистов со всей Сибири и представительский состав их гостей. Ощущения смешанные. С одной стороны, весь период подготовки – это поднятие всех пластов, которые предшествовали сегодняшнему дню, в том числе и десятилетней давности. А с другой стороны, когда знаешь, какова цель твоя и каков результат моего, я еще в зал пойду смотреть, потому что, когда все это я вижу, это все компенсируется радостью за мальчишек. Возложение цветов и минута молчания – неотъемлемая часть турнира, который развивает не только спорт, но и пропагандирует снижение преступности. Свой дебют здесь 10 лет назад вспомнил Александр Мартин. Еще юношей он выступил на мемориале и именно тогда поделился с будущей профессией. Сейчас моя профессия – противостоять преступности. Я ни о чем не жалею. Это был мой выбор. И в большой степени на этот выбор повлиял именно турнир в памяти Александра Никиты Петрова. Я хочу поблагодарить организаторов за проведение данного мероприятия, что память об этой прекрасной семье не угасает. В 10 весовых категориях соревновались юноши из Кургана, Северска, Бийска, Новосибирска и Омска. Кто-то приехал отобраться в сборную Сибири, кто-то за первым опытом. Но заслуженные мастера спорта уверены, что посещение одного из главных сибирских соревнований по самбо бесследно не проходит. Можно назвать турнир визитной карточкой нашего региона, нашего города, нашей области, среди детских команд, среди по самбо. Это так на самом деле. Потому что имеет очень большое значение. Как для спортсменов, как для общественных. Есть уважение к памяти людей, которые им занимались и занимались активно. Имели замечательную гражданскую жизненную позицию. Я думаю, это определяет интерес нашей молодежи и к виду спорта, и к тем людям, которые им занимаются. Самбо – отечественный вид спорта, который был изобретен и активно поддерживается в регионах страны. Но у Омского мемориала есть и дополнительная миссия – нравственная. Он дарит вечную память невинно погибшей семье талантливых людей. И еще раз обращает внимание – в спорте нет насилия, а в жизни с ним нужно бороться. Субтитры создавал DimaTorzok